прибыл ход соперник не рестартит конечно там тант давайте посмотрим кто будет у нас в принципе у нас аломар есть все родничок мы обнаружили астрал тоже пришел на разгончик тоже имеется что немаловажно вот и выход бездороги тоже есть некор чуть-чуть не хватило принципе мы и сами разведаем гарпии надо бить нет я пожалуй за рестарчу вот теперь я некромант и он сопряжение так соперник отходил там лобэ там еще он постоянно светит своих главных героев ху 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 а у нас тант хорошо а там разгончик сейчас мы его возьмем некрокулон так это интересно сразу стартовать с некрокулоном играя за некромантов что может быть лучше но там конечно четенько так перекочевал да с одного места в другое все понятно разобрались скелетов надо хлопать так и с другой стороны отлично и обзор очка есть не так вроде все потихоньку устраивается я думаю пробьемся здесь потом поедем сюда потихонечку начнем наверное с преобразователя тебя 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 вот уже 80 с этими 94 и 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 ладно не заводились 5 на 4 разменяли пытаемся их разделить чё какие-то неправильные скелеты в небольшие минусы пока подрались продвинутая некра аксис может разогнать а тогда мы запустим нового о ей серьезно галтран это уже интересно например в тот же склеп можно галтраном залезть легко давай-ка мы тебя тоже раскачаем постоишь у нас тут так и аксис но разогнаться аксис возможности нету конечно ну вообще лабета это тоже довольно хороший ответ под наших героев но приход галтрана это было мощно это вот как ни крути так ну вот я даже его город вижу кто-то там бегает бегает что мы строить то будем бемчик наверное мне надо чтобы танц сел ману пополнять тем более маны теперь у него будет прилично силам сил а галтрашка поедет наверное брать склепик в надежде что он все-таки нормальный так ну надеюсь что не затупим вроде склепик небольшой так давай тебя пока задержим утра на скорость выше других хорошо пойдет 12 на 11 зато золото появилось дальше галтрана наверно сюда налево блин с фейками разборки пошли даже не так вот так сделаем отлично отлично а тут кстати ману можно было пополнить если бы все таки тант туда пришел героев а он тоже в 4 героя играет я думаю что плут надо начинать строить два улика дома я миллиардер говорит соперник а и 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 вот и эксперт некромантия подъехала дальше пришло время строить эльфов выкупим уже когда они грейжены и будут наверно к галтранам вот здесь вот надо бы разобраться 5 скорость против 5 хорошо более так как все забирает армию и микроколончик тоже ставим усилитель некромантии так кого ехать вот сюда поедем подеремся битва за ресурсы так сказать 4 скорость против 5 и и и и и Все, разделяем их. Теперь спокойно разбираемся. 16 аж. Так, надо, чтобы Уорис тут освободила дорожку. Хотя тут золото все дела. Золото нам надо будет и дерево. Золото. 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 Предлагают слить десяточку, но нет. Минус минус 6 на 6. Подрались вы, надо так сказать. Два шага. 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 позанимаемся галтраном пока что ставка все равно у нас делается на танто тем более что здесь целых два выхода пятая скорость против 5 минус как-то сами даже подставились все проплачено я так понимаю ящера но с поднятием нежити все равно это пробиваем а больно долго но пробиваем а лично здесь темничка и пополняшка маны прям на дороге обязательно круто здорово придумали что поехали кладбище надо для вампиров еще одного героя думаю тоже надо тазик тазик так тазик вполне пригодится чем больше будет собирателей тем лучше тут тоже немножко под соберемся хотя ну ладно ртуть захватим насчет остального мы еще подумаем все теперь героев стало больше как там дела кстати вроде спокойненького оппонента и потихоньку потихоньку начинаем продвигаться вправо ну и вот скажите какой мне толк от этого колодца только если я поеду склепы собирать только тогда можно пополнить ману генератор ну ты реально не понимаешь сундук я не подбираю ребят я ставлю на галтрана дело в том что я армию увез очень далеко и в ближайшее время галтрану особой прокачки не будет поэтому мы вот и постараемся ему ее предоставить плюс камень учения есть земельку схватил галтраша молодец все поехали забирать город перекрытие обязательно не 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 тут с потерей единички берется а нет хотя не наверно выкрутимся с потерей единички мне когда надо все хорошо теряется единичка и все ну максимум двойка а точно ну да не вопрос забыл и в один и тот же ход два главных героя ловят землю лучше не придумаешь это кольцо мне не надо это кольцо мне не надо поехали сразу дальше ну тут сопряжение это уже понятно а ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй какая боль какая боль нечего себе посмотрите как грызут 3 2 4 2 так далее 4 5 4 5 то есть по идее мне сейчас в защиту надо выйти вот чтобы одним поднятием обойтись теперь вы под феечек я обычно два ударных стека делаю на прикрытие чтобы быстрее их вырезать но в плане поднятия нежити это может быть даже и хуже потому что иногда два стека приходится поднимать это в два раза дороже по мане ой ерунду я сделал верхний стек надо было открывать теперь реально оба стека надо поднимать 51 он да ладно сойдет тактика от тактики откажусь надо землю побыстрее докачивать тут заблочено право тоже заблочено тут мантикор и у меня на одно поднятие нежити есть правильно я там не оселю что-то мне кажется мы зашли в тупик значит тогда через другой проход надо отсюда уходить не угадали с проходом бывает все разгоняем здесь тоже немножко под соберем пока так же тут цепочки побудем а и не забываем строится конечно арку дендроидов насчет главного города мавзолей даже стоит ну давайте и орис орис все пожалуй это все да в третьем городе будем ли мы что-то строить ну можно таверну наверное подожди а внешнее жилище есть у нас я не вижу не внутри города строить это сильно жирно это сразу нет двух городов я думаю будет достаточно тем более поднятие нежити есть давай тут рынок может пригодится в будущем так все можно сказать что под собрали здесь по бездороге все пока отстает благо к сожалению на нежить она не работает иначе это было бы слишком читерно щиток да что ж такое ух ты а там длинная дорога вокруг тут не пройти до по идее выход непонятно кто там в охране будет все видно разобрались двадцать сорок девять василиска в там той зоне так ну что поехали сейчас как раз тазар все это дело передаст и поэтому на разгоне остается уже сам тазар кстати если тазик возьмет обзорку а он ее возьмет мы сразу же поймем стоит ли здесь оставаться а ну эти две зоны связаны ух ты а там еще еще один некрогород и для танта пополня хаманы не мы едем все-таки сюда два некрогорода это уже здорово заодно какое-то заклинание изучим ясно ну в принципе в принципе тазик разогнать уже не может а вот если так нормально все танк может смело ехать воевать опять феечки поэтому опять 2 ударных стека делаем минус минус все поднятие нежити пошло девять скелетов розик тут разгоняет галтрана галтранчик смело сюда входит кстати там пусто то есть там в принципе огни галтранчик а тант входит конечно так стоят единороги здесь вампиров будем делать или не будем давайте наверно все таки будем здесь сделаем таверну почему бы и нет и следующий ход один два шесть пять молодец блин да там можно застрять и выходить еще неизвестно как давайте пополним ману и на выход плюс один сила магии отлично так ну что ж такое слабенько все норрис разгоняется и помчала ускорение блин под скелетов топового бы зашло но уже нет а ее я получается что танк не выходит значит тазик его разгоняет так ладно и последний день недельки то есть просто отсытка тут мы делаем ух ты не наверное не не кракони это лучше чем цитка будет само их появление это уже здорово так ну а там не пройти да пусть аксис пробежится мудрость ну а там ресурсы защиту разве что галтран может взять ну тогда что забираем это забираем это и садимся на разгончике это пока что наибольший разгон который у нас есть ну а раз уж бонусы начнут капать то мы с вами так и заночуем все следующий ход так ну вот и началась новая неделечка 1 2 6 5 так ну наверно тазику стоит забрать все-таки ускорение потому что розик поедет сейчас дальше как раз золото которое нам пригодится на скупку ничек скелетов насыпало я вот думаю а как бы мы сейчас вот там вот наверху не пробились и оказались в этой зоне как раз только просто через верх такое очень даже может быть так потихоньку выходим но у нас там кто-то бегал так тут забрали забрали на выход вот о ничка кентосиков и проход подгалтрана, судя по всему. Подгалтрана. Или вот здесь все-таки пробиваться. Так, ну что, грейдятся эльфы. На единорогов теперь уже, к сожалению, не хватает. Блин, надо наменивать, наверное. Ну, рынок мы тут строили. Вот тут еще, наверное, рынок надо бы поставить. Тогда уже за счет двух рынков что-то можно наменять. Тут немножечко. Так, четыре. Еще надо. Заказ не выполнен. До нужного уровня. Так, есть. Дальше надо прикрытие. Есть два ударных стека, а прикрытия нет. Кентавры подъедут. Да, до того времени, в принципе, можно прикрыться гогами. Для дендроидов брать. Нет, для дендроидов дорого. Давай так, пока. Все, поехали наверх. Ману не пополнили. Есть только щиток из нормального. Закрылись. Ну, тут ниже надо. Закрылись. Отошли. Тридцать. Столько не нанесем. Хорошо. Закрылись. Минус. Стоим. Ой-ой-ой, по эльфам приложились. Одного положили. Да, моралька сейчас была, ой, как не кстати. Блин, минус эльф на ровном месте. Продвинутая земелька. Все, пробились в еще одну зону. Поближе к выходу. Следующий ход. Пока вроде отстает. Ну, тут уж не какая-то. Склеп берет домашний. Поздновато. Вроде склеп возле дороги, а берется поздновато с его стороны. Так, ну поехали. Ладно, Галтран пока своими силами тут будет разруливать. Улики еще один нашли. Ну, я уже вижу там блоки. Наверное, со всех сторон блоки. Ну, в принципе, нормально. Этих пробьем. Конечно. Посмотр воздуха. И вот она, эксперт земелюшка. Тант был без разгона, да? А, ну да. Мы отсюда всех же убрали. Поехали. Но мне кажется, я сейчас выйду именно там. Вот в той некротерритории, ребят. Я практически уверен. Ну, я же сказал. В принципе, это читалось. В принципе, это читалось. Да вот там, аж через самый низ можно пропетлять дальше. Через самый низ. Ну, ладно. По двум направлениям будем ломиться. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну давай. И сюда. Розик продолжает тут собирать. Без столько этих просмотров выше крыши. Кстати, хороший нагрудник. А не взять ли нам его сразу? А маны не хватит. Не взять. Все поднятие. Да что ж такое. Славенький сундучок. Вот он, эксперт. Некромантия. Стрелочка. Все, давай сюда. Потихонечку тут тоже надо бы подтянуть. Сразу даже загрейдить этих. И уже в грейженом виде потом покупать. 1.065 Беги, Форест, беги. Давай потихонечку наверх. Вообще, хоть выход будет, я не зайду в тупик. Потому что в теории такой вариант тоже возможен. Не, отлично. Отлично мы добрались. Ну, почти. Так, маны у нас нету уже. Поэтому потери будут неприятные. Отлично. Не начинается. Ну, хотя бы в два стека стали. Не на том спасибо. Тут уже и охрана появилась. Видишь, какие быстрая продвинутая земля. Так, ну и вот здесь надо садиться пополнять маны. Правильно? Да, что тут думать. Конечно, правильно. Генчик. Сели. А вот разгона нет. Может быть, дотянется Орис. А не, там не пройти. Давайте по следам пробежимся. Пособираем еще. Только на два коня этого мало. Так, рынок тут есть. А тут рынка нету. Тут рынок есть. Ну, во всяком случае, теперь хоть что-то можно выменить. Ну, так там еще и лабета, и целька. Даже так. Соперник там все еще отстает по городам. За Галтраном прям не угнаться. Отлично. Ой-ой-ой, а тут выход серьезный. Тут Галтрану не так-то и просто будет. Давайте тогда немножко поисследуем. Тут, ух ты, мантия вампира. Которую нам пока сложновато будет. Но вообще, она нужна. Отлично. Ну что же, мана пополнена. Еще один усилитель надо некромантии ставить. Давайте еще скелетов. И полный вперед. Тазика ничего нет? Да, особо нет. кстати, а можно в этот рыжачок сбегать? В этом рыжачке есть нагрудники и есть крылья. Так что туда сбегать однозначно есть смысл. ух ты какие. Так вот, сделаем. Сколько мы потеряли? шесть скелетов. Да не, я думаю, что нет смысла даже заморачиваться. Лучше сэкономить ману. давайте от этих закроемся и снизу хоть немножко. Так, тут надо в защиту уходить. Вот только после этого поднятия. Тазар. Тазар, кстати, способен разогнать. Давненько у нас разгонов не было. Мне все еще слабо. все еще слабенько. Давайте тогда хотя бы начнем строить какие-то префектуры. Здесь даже таверны нету. Здесь можно префектуру, а здесь тогда таверну. 7-6 уже. Там кстати у элементалистов очень высокий шанс на то, чтобы словить дипломатию. так что там может быть опять дипломат. 50. Что за охрана везде? 50, 50. 50. так тазик тазик тазики всякие бегают за нами. Поехали. 16. Отлично. 12. так ну и вот это пожалуй самое важное сейчас. После этого мы сможем на карте воровать вообще все. И вот тогда начнется просто легчайшая игра. Но если мы пробьем все-таки. так мы стоим в углу. Еще и моралятся. А поднятие это не резиновое. 47. Не походу не вытягиваем. Хотя два поднятия. Может быть. Короче на тоненького. На тоненького вытянули. Зато теперь эксперт земля. зато теперь можно летать. Корея непреступности. Что там еще интересного есть. Еще один город. Все. Вот это уже красивая пойдет игра. Так Орис. где у нас вот тут префектура еще не было. кстати если вот здесь таверну поставить мы мощь армии можем увидеть там огненные птицы есть. это сильно. Туда надо танто. В принципе танто можно даже разбить и полететь туда собрать все самое самое важное. кстати да было бы неплохо. Орис не дотянется а тазар и тазар не дотянется. 27 давайте посмотрим надо было раньше ударить еще меньше потеряли бы. давайте армию здесь оставим на паре единичек сейчас разобьемся. тут же зона интереснее да и пандору можно стырить и нагрудники хорошие да похоже на то отступаем выкупаемся ладно берем импионка хотя бы чуть-чуть скорость выше будет хотя аксис аксис сейчас даст скорость получше р Так, но ману однозначно надо бы по полу не все значит урис туда побежала что делать тазаром посмотрим каких-то сверх движений вроде с той стороны не видно бонус пусть не теряется неделька подходит к концу так соперник просит загрузиться мискликнул говорит ну что ж груза нам поднимаемся до вурдалака где он вот он третья игра 126 ну а точно даже цвета другие так загрузились с оппонентом давай тогда каверна в предыдущем больше информации будем хотя бы видеть соперник опять пишет что слился после предыдущей игры начал больше темповать ладно гружу так мне не очень нравится появление оппонента в этой зоне потому что хотелось эту концу забрать а если появился разведчик значит в ближайшее время появится и сам этот человечек да давайте сразу стырим наверно о неплохая пандорочка оказалась так мощь армии там больше ну тут ничего интересного все потихонечку на выход день 7 замок не стоит потому что леса не хватает а лес есть тут давайте стырим его освободим еще одного героя жабаркас передаем все теперь на жабаркаса жабаркас поедет тоже тут немножечко потырит так в принципе передаст на галтрана помог родник лучше так так и вот так мощь армии там все еще больше этот вот тоже попробуем стырить на следующий ход так тут никак не пройти да и на север никак просто пойдем заберем скелетов тогда будем потихонечку их вывозить оттуда чтобы это было быстрее мы тогда еще тазара сюда так ну и давайте со сбора бонуса начнем здесь у нас даже цитадельки нету на самом то деле а вот тут мы замок с вами да поставим может хотя бы на цветку наменять давайте цитку все с приростами уже будет поинтереснее дома там тоже кто-то не тушится все следующий ход так начинаем с галтрана который ящик пандоры будет тырить хорош ну давай вот так ну там за верхним еще надо будет сбегать по-любому там пополняет ману тут никак полетим улик наверно брать полетим улик наверно брать полетимулик полетим брать улик так а может ли выскочить access access но никак не выскочит Делаем так на Axis. Axis потихонечку выбегает. Знаете, что мы на пегасике побегаем, там максимальная скорость, которая есть, а хотя стоп, а если мы улик полетим брать Олик, а все равно мы не долетаем до него. А на следующий ход тогда полетим уже забирать свой домашний Олик. Поехали. Axis, когда тарабанит армия, Жабаркас тоже на месте. Тем временем потихонечку вывозятся скелеты. Новая неделька началась, поэтому предлагаю далеко бы сильно не убегать. Сюда мы не собираемся возвращать, хотя за библиотекой разве и посмотрим. Тоже префектура, да? и тут префектура. Так, как там дела? Беготня продолжается, но это, а вот он приехал уже, приехал, приехал, побивал. Ага, так эта зона у него вообще ближайшая. Это ближайшая зона к нему. Она на разгоне стоит, армии вроде не сильно много, но она есть. Хотя нет, прилично, прилично армии. Ну ничего, у нас золото тоже скоро накопится. Что, давайте тут мавзолей поставим. И потащим отсюда. Рынка тут нету. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть, ребят. Чтобы уж вывозить все. Все, и Тазар все это дело тарабанит домой. Есть. Так, по поводу Галтрана пока еще есть непонятки. Аксис. Нужно передать армию. На взятие улика кто нам нужен будет. Давайте скелетов тоже возьмем. Вот так вот. Так, и в улик мы можем залезть. А, не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. То есть воровать объекты можно. Ну ладно, тогда Аксис нам отдаст, конечно, и эльфов. Тогда скелетов мы не берем. У нас замедление есть? Есть. Ладно, немножко не так, как мы думали, но тоже сгодится. Поехали бить. Тридцать семь. А мы вам замедло. Закрылись. И пробуем вниз кого-то загнать. Разделились. Вроде удобно относительно. Чуть назад. Сорок семь. Здоровья. Подбежали. Ну все назад пойдут. Так и думал. Давай сюда. Смысла особо там стрелять не было. Вот на прямой стреле, да. Хорош. Так, прям за этим пегасиком. Берем. Влюбились. Наверное. Ну и вот что было выделываться, да. Так, эльфов не берем. Скелета у нас даже пятьдесят четыре. Серьезно. Так, поднекрение. 52. Я думаю, что с поднятием нежити можно скелетов не терять. Берем. Продолжение следует... Ух, сколько дизмораличек. Пойдёте. Так. Ну, то, что улики так нельзя воровать, это прям нежданчик. Причём неприятный нежданчик. Ну что, мы тогда тут разгоняемся. Вот таким вот образом. Блин, а виверн зачем оставили? А потому что их некуда. Потому что их некуда. Ладно, полетели назад. Всё-таки хочется забрать вот этот нагрудник поинтереснее, который находится у галтрана. Станем галтраном тут поближе. Так, тут разгончик нормальный. Можно тогда стать выше. Вот, галтрана даже выше можно было в таком случае. Ну ладно. Уже всё. Блин, и он взял концу, серьёзно. Он вот так вот полез и взял концу. Крутится-крутится. Ого. Далековато так можно мытнуться. Хлоп. 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 Ого. Это мы удаляем. Ой, как хорошо. Сразу же можно начинать и возвращать потихонечку, да? Отлично. И все, Брон спокойно вернет это. Калтранжа может спокойно выйти? Конечно. Все, Брон тогда спокойно это возвращает на Жабаркаса. Оп, оп. Жабаркас возвращает на Танта. Оп. А Тант... Не знаю, можно сесть, конечно. Но я думаю, Танта надо готовить к тому, чтобы... Лететь далеко. Вот, на ту аж зону. Поэтому, наверное, сядем... Ну, ГМ. Тогда тут надо ставить ГМ. Иначе мы ману быстро не пополним. В одновременное пополнение. Ману и ГМчик. Заодно Аксис потихонечку. Начнет тарабанить армию. На следующий ход подвезет. Так, тебя мы тоже здесь посадили. Разогнались. Наконец-то. Грейт вам посеков можно будет забабахать. Так, а у нас везде, да? Префектуры уже. Нет, походу не везде. Вот тут нету. Вот тут нету. Потому что смотрю, что золото капает меньше, чем положено. Морис пока посадим здесь. Да, пока что отсидимся. По местам. О, кстати, можно смотаться сюда. За кентаврами. Новая же неделя. Как там дела? 3-3-9-6. Все, потихонечку на выход. Брончик тоже у нас. О, нет. Сказал бронщика, выбрал не бронщика. О, тут еще один улик. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Так, Аксис. Давай, давай. Это тогда тоже берем. Блин, ну эльфов терять в улике, ну прям вот жутко не хотелось бы. Попробуем без них разрулить. Попробуем без них разрулить. Что ты вообще охраняешь? А, я там Пандору стырил, ну да. Еще и напоминаю про это, да. Засранец такой. 10-19 рыцарей. Блин, только ничего и нету такого. Поднятие нежити, ну блин. Стрелочки по 180. Закидать стрелками их. Замедло, а потом закидать стрелками, да. За медлом. Нам сначала будет снимать отвертки там. Короче, кому я объясняю. Так, у них здоровье 120. 120. А бью я 180. Ох, и долго мы так можем с вами, в принципе, играть в кошки-мышки. Проще было с нижним тогда разобраться. Ой-ой-ой. Давай назад. Отойдем. Пойдем наверх-наверх. Через низ. Наверх. Убегаем. Бежали. В угол. Подбежали. 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 Ай, зацепили. Ух ты. Блин, ну вы даете тут. Ну ладно, стукните. Сколько тут? 97 убиваем. 120 убиваем. Палач. Ну ладно, поехали. Устраивается. Воздух. Устраивает воздух. Так, на следующий ход надо будет тут перелетать. Снизу там же есть проход, правильно? Как тебе тут, Аксис? Ты, короче, медленно, но уверенно вези их. Однажды ты довезешь. Скелетов удаляем по причине ненадобности. Чтобы разгончик хоть чуть-чуть был выше. Префектурочка пошла. Все, теперь будет 6000 капать. Ох, когда ж мы тебя превзойдем-то, мощь армии. Думаю, что не скоро такими темпами. Тебя можно вообще спрятать, по идее. Долку с тебя. Хотя, может быть, и подвезем что-то однажды. След, ход. Долку с тебя. Плохо-плохо, что отдали к концу. Ну, ладно. Может, уликами возьмем? На улики он вроде пока не обращает внимания. Глядишь, зарешает. Так. Ооо. Аксис все притарабанит. Все, что надо. Давайте мы тогда вот здесь скупимся. Это все потом можно сконвертировать в скелетов. Легко. Все, спрятались. Аксис повезла. Тант поедет брать еще один. Улик. Обязательно. Ну, тут можно гоблином по пути хлопнуть. Ради некрения, конечно. Этих можно хлопнуть ради некрения. Ну, вообще-вообще. Вот так вот можно. Чтобы некрения шло поболее. Чтобы некрения шло поболее. Ну, не. Вот это уже не устраивает. Так и замедло. Снимаем ответку. Добили. Хорошо. Ну, с поднятием нежити мы можем столько даже и не терять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Пов Energie bananas так 69 скелетиков да там негде стать поэтому стырить не получится к сожалению поэтому едем вниз по месте можно поставить тут можно замок давайте разгончик сделаем так галтран и брон отсюда уходят вообще с этой зоны ну остальные на месте так беготня продолжается там пока что а кстати слетать к нему отжать его город под конец недели вообще была бы красота конечно ну это классика опять одного шага не хватило бы то есть если мне стать сюда чуть ниже то нормально бы все срасталось ладно мы поедем улик брать поедем брать улик но маны мало все равно имейте ввиду надо будет садиться пополнять а вот а а а а а а а скелетов подставляем на убой а а а а а а а строк до следующего level up и сколько надо много 54 а мне на поднятие ровно на поднятие хватает как мы сейчас мы подумаем сейчас или не сейчас это делать здоровье 90 как такое может быть эти морога слил вроде нет а у них ответки не было наверное когда я уже бил ладно поднятие пошло так набрались уликов как же мне тебя перемашнить дружаням не так скажем никак вот сюда мне надо будет слетать а можешь ли ты разогнать тазар не можешь ты разогнать не можешь мне надо чтобы кто-то а здесь никого нет вот а если к примеру ты чтобы ты взяла разогнала позволила слетать забрать библиотеку вот таким вот образом забрать библиотеку а тут все на выход аксис тоже давай сюда наверно ближе всего лететь так вот там уже кто-то сидит да конечно сидит все давай домой голтран тут на месте не знаю цвету какую-то предлагаете что ли давайте вам боссов хотя бы вообще позже да лучше позже потом все вместе вывозить сколько накопим мощно-мощно обзор очка засветил то есть там я тебя уже врасплох не застану на но но так ладно пора брать библиотеку левел позволяет опа 4 4 17 11 уже в принципе по всем статам впереди можно еще здесь а так кстати как бы нам туда слетать как бы нам туда слетать ладно мы подумаем мы об этом подумаем пока что мы сделаем вот так добавим атаки склеп посещен это из интересного типа что осталось что мы еще можем с вами забрать просто уже честно говоря не особо то и осталось чего нибудь давай сюда кстати аксис же может передать все берите и тарабаньте бронелло разгоняй галтрана вот так вот все почти что сели в цепочке постоим на случай подвоза склеп драконов нет драконы мне не нужны сказать по правде она замок нечего то не хватает руды руды нам не хватает а где же взять там дерево да дерево есть давайте вы меняем вообще не проблема 1 2 3 ловите замок блин коней же можно было все еще один за тук началась новая неделечка ну вы все знаете да насколько почему он улики гнорит здесь я никого не вижу да или вижу она это интерес это неважный парня это парень не важным так это берем это берем и вот это возьмем без зомби как-нибудь обойдемся даем тазик на месте так задача там постырить хухо хорош 15 вампир лордов было круто ребят было реально круто это же новая скорость вдобавок ко всему так а где мы можем пополнить ману только в городе да садиться на следующий ход только в городе ладно так и сделаем значит так брон отдаешь на галтрана о стопа у нас тут цепочка наверно стопики стопики ага кто хочет спрятаться айслен конечно айслен не хватает места сейчас мы его нарисуем все довольны хорош аксис сразу на галтрана во и теперь галтранчик уже больше мощный повезет вот а брона мы пустим с вами за кентаврами ну а аксис тоже начнет подъезжать в принципе эти ребята тоже на подходе сюда же все отсюда далеко достаешь отлично на следующий ход какая-то нет на следующий ход еще пополнение маны потом только идем на оппонента но надеюсь задавить статами хотя бы хотя бы так ул лек еще один попробуем забрать ооо ребята гейм чик вообще great вам посеков еще конечно же great вам посеков плохо что гильдию не строили все это время очень жаль 17-19 7000 всего-то барон побежал тасиков забрал цепочку акси стал или точнее сказать стала до так ну тазик это постарабанец нам тут тырить больше ничего особо да вроде тут перетыре ли все что только можно было хотя хотя ребят предела совершенства нет так-то во-первых гм-2 пошел во-вторых сели отдали мнение не мы даже не так сделаем не 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 ты давай вниз а ты тазик давай это все на некруху ой подожди подожди тазиандр выжить все внутрь забери все лишнее или не так опять не так да и вам поська у нас грейшины все равно будут не переживай я это все и так а если он делал лол ладно поехали мы там хотели на грудь а стоп на грудник у нас уже занят меня на грудник занят а как я пропустил как я пропустил это появление кто мне скажет а я там колечко не стырил я там не стырил колечко там а грудник не нужен грудник не нужен я на серьезно мы же тут ничего нигде не можем до толкового взять да серьезно мы ничего не можем здесь толковым взять такие есть такие есть вот второй гм отстойный да как я сейчас понимаю воров и хочет что-то стырить а нечего уже все украдено до нас так а тут тоже у него нечего тырить будет вкусняшка вкусняшка а грамотность есть у кого-то по-моему нет ни у кого прокачки предлагали но нет не те редко бы переучить топово было бы кстати а сколько у тебя а ну у тебя вообще понтец вообще понтец на ману нет ничего как-то с шапками не свезло ой чё делать чё делать сидит такая на разгоне тут правда еще можно было накидку стырить и плюс 2 к атаке кстати плюс 2 к атаке пригодилась бы секира кентавра но уже все как-то не в темпе будет теперь уже забирать теперь уже все что если мы отсюда завтра отожмем город и уедем с него как вам раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 много раз два три 4 5 6 7 все равно много все равно много у тебя лога да не тянет уроки давайте ради интереса попробуем дотянемся не дотянемся когда дотянемся отожмем и вернем а хотя верну то можем и не успеть не так то все просто потому что героя которого мы купим у него моспоинтов может не хватать а я потом никак не заберу армии умение не сильно жестко правда колечко тоже нормальная топчик все вход отлично как же мне тебе что то м что он появился возле этого города будет пробовать его отжимать серьезно блин да вы гоните но я мое принципе тут интересного особого в этой зоне ничего нет но это же мой город как ты вообще смеешь ух ты шьё ух ты шьё ух ты шьё можно цельку хлопнуть я еще и танта не разогнал короче легких путей мы точно не ищем вот прям можно это закрепить это все пойдет в скелетов 330 тут еще это будет уже 400 скелетов но это мало это слишком мало так брон так что ты наверх на аксис аксис сейчас затащит это сюда отлично отлично дальше нам надо бы скупиться ну во первых это единороги ну вообще у нас в армии есть а не да тут конечно конечно они есть эльфы а не угол трана да 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 не угол трана пусть мы их берем надо еще чуть-чуть наменять а то не все эльфы хотят к нам идти они же все такие продажные только за деньги идут им хоть говори хоть не говори им все равно говорят ним деньги есть идем нет денег нет и нас в общем мы им припомним но это будет позже что мы можем сделать для танта чем мы можем тебе помочь вот скажи вот ты пополнил ману пополнил да что дальше давай мы тогда тебя здесь поставим а если он типа отойдет ты наоборот тут станешь а если он тебе все передаст вот так вот на грейде опять же садимся тазар тоже садится xx разобрались как бы все это дело скупить не знаю золото оно жутко не хватает это уже блин даже не смешно ни разу нам нужно золото нам нужно золото на этот на этот такой бегающий нет он стоит на вот этом вынырнул что то а он там нычку своих этих увидел фениксов на на ладно поговорим попозже но мощь армии я все равно твоими переплюну давайте посмотрим куда он там сбегал что что по порталу там побегал чем дальше не забрал ну что городской портал появился ну-ка ну-ка поподробней ты серьезно с городским порталом что то я не понял так но танк может накрывать изи вообще изи и потерял какой-то город а ну тот понятно ну да 5000 мне капает в принципе да 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 так оно и есть ладно принципе больше тут скупать особо нечего да пожалуй больше никак ладно отдаем превращаем а у нас еще Гошан тоже должен нам дать а так вот отдать ну так и вот так и у нас 500 костей 9 лечей всего лишь носились грыженные вам посы мы в принципе с вами делаем выменивание топовая ну как нам кажется вот это и вот это 20 вот этих блин они краконе из микро коней получается будем или 11 тех или 10 этих 19 будет там будут всего лишь 19 так 11 это 2338 уже такой стек довольно интересный до 38 но кей кей-кей-кей попробуем еще в принципе можно еще чуть-чуть вы менять на еще одного давай нам честно говоря лечей некуда брать в этот сборник галтран может ты типа отойдешь не тупик лис не надо так по центру скелет вот как то так как то как то как то так и что помочь и наконец-то мощь у меня стало больше вот наконец-то поехали как тебе наша армия полет за счет крыльев к сожалению мы не можем взять всю армию но что есть то что она на открытой местности говорит что внутри есть еще один герой которого мы сейчас убьем своим нападением молодец молодец следующий гильдию до третьего уровня достроил красава город как город так вот мы с вами изучили то что нам надо пока на месте подвозы еще может будет может не будет по живым и видим но нам надо разгоняться это то что нам известно скупудово ля-ля-ля поэтому манит так одеваем такое колье еще одеваем вот так хотя в принципе вы знаете можно на некромантию одеть, но я думаю что нет лучше вот так лучше вот так по местам скопить только и конечно много золота будет капать но в отличии от него нам это золото пригодится потому что у нас три города отстроена а ему от этого золота толку если он только один строил один прирост против трех это абсолютно неравноценно сделал по сути подарок так мы эксперты земли а воздух не докачан следующий ход поедем забирать с вами улик можно еще можно еще будет баллисту купить будет красота что там было что там было вообще никаких движений серьезно но мощь армии а ну я же свою спрятал конечно там мощь армия будет больше о чем мы вообще о чем мы вообще давайте допустим давайте допустим нагашем побегает пошуршит конюшенка чем больше мы там будем видеть тем лучше на те ваших огневиков пользуйтесь так сказать опа блин через крылья же проще было бы ну да ладно облик рим по одни крим конечно почти хорошо убежали вообще принципе нужно и хлопнуть ай блин по тупости вообще сыграли одного эльфа а давай нам тут все равно их больше убили в разы так нам 9000 капнет по идее да и еще подвоз армии будет правильно вроде бы правда мы без разгона теперь 1500 это 15000 на дашь много ну да это очень много так вот он выбежал не этот же лар куда он делся где он и чем он занимается статы поднимает понятно так нагашонок ты наш нагашонок опа так видели мы еще синку хорошо вот куда нам надо бежать поехали шахты забирать день шестой в принципе пуск капает золотом ладно я пока справлюсь с тем что есть так тут по идее справа ближе мы должны с чем-то столкнуться пробежись влево пробежись влево давайте рынок еще один чем больше рынков тем лучше все разгоняйся вот рамочек постоит тут а он этот город защитил вообще нет давай пробежим туда разгон потеряли здесь кто-то позор так мне надо попрятать героев максис сидит сильно много героев на карте о давай мы знаешь куда тебя зашлем вот в этот город садись и наслаждайся жизнью но это будет на следующий ход конечно так у нас гости как он за шахты борется тридцать шестьдесят и пятьдесят давай хватнем разочек давай хватнем разочек вот все что было видимо в закромах все что было видимо в закромах все что было видимо в закромах у меня путешествия как он вот это он он так он и о в так получается 33 30 чуть чуть не добьем двадцать двоих одного или двоих конечно же лучше двоих опять размен в нашу пользу еще раз напал выдумал магией если он думает что он и вниз и меня типа отвлекать будет напрасно и вниз в одиночку не возьмет этот город приходит ход повторяем еще раз ход оппонента мне надо засветить где находится все же его главный герой вот он еще кто-то выскочил ну-ка 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 не главный ли герой типа напугать хочет что типа так много героя выскочила да и закрыть мне проход до хочет лабета призванная забрать прирост но вот только лабета ты чуть-чуть просчиталась у меня же полет дурочка у меня же полет мощ армии там стало больше а че ты там такого набрал ну армия как армия что там по статам 12 9 защита хорошая тогда будем магией сражаться давай подеремся не вопрос ангелов там немного проклятие все такое давай попробуем вопрос 168 маны 99 ничего себе ну и запасного вот два стека нижних ну и вот этот вот три стека по сути как-то их надо будет убивать посмотрим в город говорит хотел свой зайти это уже не его город феечка заморалилась можно камни кожу можно щит можно замедло накинуть давайте подумаем 210 470 470 470 можно их ослабить будет маленький урон как-то очень много как по мне что взять и ослабить если захочет пободаться захочет пободаться замедло 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 давай-ка я проклятие а угу и 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 из гильдии свитка вопрос какой-то я вообще не пойму здесь не цепнуха говорить ладно думаем пока два навыка бесполезных далее надо же было по прокачку смотреть как идет один еще ладно но когда два это о благо пошло сейчас твое благо будем контрить тогда они проклятие же не действует на нем есть артефакт против проклятия да тогда и слепота не действует по идее и так далее 79 скелетов 13-22 14-24 15-32 дальше дальше Продолжение следует... Что там по скоростям вообще? На родной скорости Дополнительная есть Если бы у меня еще стек лечи Было бы поспокойнее Что я могу Три стека поднимать А так с двумя Ну как знать Призадумывался соперник Довольно сильно Сорянчик микрофон далеко Отодвинул Пусть думает Неужели у тебя нету ускорения? Увидишь Лови за медло Смотрим, что они придумают Прикрывания теперь уже нету То есть он решил как-то выйти вперед немножко Теперь не получается у него прикрыться Должным образом Но он может разве что Штормовиков закрыть Этих уже нет Да, плохо что воздух не докачали Сейчас бы в следующем раунде Давали еще и ускорение И тогда Он уже проигрывал бы на несколько раундов Ему надо было бы Или ускорение на себя давать Или замедление на нас Чтобы мы оба были замедлены А мы бы опять это контрили Минус тег Да не вопрос Да не вопрос Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Давай так Давай так Давай так Давай тоже вниз И тоже вниз Вот наступает следующий раунд Максимальная скорость, которая у него есть Это Восьмая Значит мне надо ускорять единорогов получается Либо виверн Мне больше нравится вариант именно с вивернами Таким вот образом 140 можно дать Но это мало 140 это мало Это мало Сейчас подумаем Как это лучше провернуть Просто тут психи придут Давайте психов наверное минусовать Да Потом делаем вот так И сразу два стрелка заблочено Тоже прокидывает за медлом В принципе правильно наверное Ну что ж давай мы тебя тоже хлопнем Семь штук остается Вот так 18 штормовиков Ну блин Медленно убиваются 67 остается Штормов Полностью в защиту уходит Медленно убиваются Медленно убиваются Недленно убиваются Надо начинать шлепать штормовиков и огненных птичек ему Дальше. Раунд три. Неужели экспертное ускорение? Вообще у него с учетом университета могут все стихии быть. Он мог построить университет, купить себе все стихии. Чувствовать себя просто отлично. Камни-кожа. Счета, я так понимаю, нет, раз он камни-кожу кастовал. Ну что же, молодые люди. Чем вас удивить? Щит-стрелочка. Или поднятие нежити. Этого двадцать девять. Двадцать два. М-м-м. Попробуем подожрать, что ли, кого-то из вас. Восемьдесят восемь. Не доедим. А этого доедаем. Давайте докушаем. Все, можно считать стейк штормовиков уже неударный. Восемьдесят восемь. Все, можно считать стейк штормов. Восемьдесят восемь. Восемьдесят восемь. Восемьдесят восемь. ускорение пошло чтобы сразу по трем стекам жахнуть я понял красава двадцать три хп так мы сейчас сделаем поднятие нежити я решил отбежать 142 11 оставляем 5 психов я не знаю понимает он или нет что по сути здесь два важных стека это вампиры и скелеты все остальное для меня вообще не важно поскольку остальные стеки я поднимать не могу из того что я пока вижу он не зацикливается хотя может он решил выбивать именно сначала те стеки которых я не могу поднять но не похоже потому что вампиров он все-таки окружал и пытался выбить при этом не рассчитав урон чтобы на них стать чтобы я не мог их поднимать благо что там по урону пятнарик ну что сейчас будет начинаться а то то а нет стоп ускорение на скелетов да хлоп их уже 11 сняли ответочку остается 4 49 хп 92 то есть двоих мы точно ложим здесь или 1 в одну огненную птицу можно отлично этого 10 еще раз замедло прокинул в новом раунде да предлагаю сделать вот так так как так 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 решил со скелетами побороться так два ударных стека у него вот этот и вот этот стрелка на 150 додумается стать сверху или нет нет не додумался понятно значит опыта не хватает и замедления на нем теперь нету сделал по сути мне одолжение такими стрелочками как у него особой роли тут уже не сыграешь к сожалению для него вот так вот не имея достаточного количества мощи армии слабая армия побеждает сильного просто за счет более грамотных действий соперник спешит в принятии решений ускорение будет пытаться смываться от кого от вампиров но ты же понимаешь что они тут контролируют практически все вокруг вот куда ты от них собрался бежать при этом тебе даже выйти некуда а понял такой был замысел ну тупенький если честно замысел был замедление убежать хочешь но на твое замедление у меня есть ускорение ну и что что дальше будешь делать консовочка немножко не записалась буквально пять ходов там еще продолжалась игра я там занимался разведкой соперник меня разочек прогнал причем я ему выбил всех штормовиков которые у него были когда он на меня напал и откупился и в общем то сел пополнить ману после чего побежал его искать он выбежал навстречу увидев что я далеко отбежал от его замка и видимо хотел забрать прирост как раз на первый день новой недели но я до него с помощью крылышек дотянулся и дальше в общем то тоже можно сказать в одну калиточку прибил пользуясь его армией которую выкупил из пополненной маной он все так же стрелочками там на 150 пытался что-то сделать в конце у него появился шансик когда остались у меня скелеты у него куча магии а у меня магия уже заканчивалась и под замедлениями немножко вампиров у меня оставалось и вот я был под замедлением а он с экспертным ускорением в общем то от меня убегал своим небольшим стекам там под 40 или 30 ледянок я их догнать не мог никем кроме вампиров которых становилось все меньше и меньше я в итоге вместо того чтобы там поднятия нежити делать или что-то вроде того у меня около 14 мана оставалось я в итоге разочек приложился воздушной стрелочкой выбил ему пол стека потом еще раз воздушной стрелочкой и все поэтому остался огромный стек скелетов около 400 плюс и в общем то немножко вампиров плюс не скупленная армия на этом в принципе все и закончилось хотя соперник в конце разговаривал писал точнее по поводу того что ему совсем чуть-чуть не хватило для победы мол он бы выиграл если бы я не отжал его город но на самом то деле если бы я не отжал его город я бы не проводил такую длительную подготовку к тому чтобы нырять к нему а просто углублялся бы по другим зонам и бегал бы чистил карту и потихонечку занимался машнением все таки три моих прироста против одного его прироста но он все равно остался при своем мнении но видимо просто не хватает опыта он наверное думает что я точно так же шел бы с ним навстречу на битву допустим даже если бы не потерял тот город то что бы это изменило один его прирост каждую неделю три моих прироста статы у меня выше армии у меня больше говорит что надежда была на магию мол четвертый уровень поставить но во первых на четвертом уровне могли и не дать ничего хорошего у него кстати городской портал был как оказалось в итоге ну и даже если бы дали ему то все равно магические статы были поменьше ну магии только у него больше но чтобы выстоять перед нашим напором если бы я тогда его город не отжал то первая финалочка была бы уже с экспертным ускорением и я бы просто пришел с еще больше мощной дал бы экспертное ускорение независимо чем бы он там кидал по магии просто вырезал бы по-быстрому его армии и все то есть там бы еще все более было бы в одну калитку игра же ведется постоянно от оппонента то есть ты смотришь как дела идут у оппонента и уже от этого играешь ладненько надеюсь что видео понравится не забываем подписываться на канал ставить лайки писать комментарии с вами был армак удачи до новых встреч